Волгоградский школьникам Волгоградский школьникам Ребенок должен спать 9-10 часов, то есть это раньше ложиться спать и вставать в 7 утра. Затем ребенок должен гулять на улице. Прогулки очень важны. Небольшая ложка меда в бочке с дегтем. Первоклассники могут вздохнуть с облегчением, ведь по правилам санпина у малышей не должно быть домашних заданий. А вот ученикам 2-3 класса уже предстоит тратить на повторение пройденного материала дома по 1,5-2 часа каждый день. Помимо режима, педиатры советуют родителям школьников обратить внимание и на гардероб ребенка. Подготовка детей к школе также включает в себя подбор адекватной одежды, обуви для ребенка и сумки рюкзака, которые он будет носить с собой. Мы рекомендуем рюкзак с широкими лямками, потому что, чтобы не было искривления осанки, обувь должна быть на небольшом каблучке. Разобрались с одеждой, с режимом. Теперь большое внимание следует уделить питанию вашего юного гения, ведь от этого зависит его работоспособность в школе. Осень – благоприятный период, потому что очень много овощей, фруктов сезонных. Дети должны питаться рационально и даже немножко избыточно. Волгоградские педиатры не скрывают, что школа для ребенка – стресс, но от него никуда не деться, а вот подготовиться к нему заранее можно и нужно, как морально, так и физически. Следует помнить, что детей, особенно будущих первоклассников, нужно обязательно адаптировать к школе, потому что для ребенка это стресс. У него изменяется образ жизни, изменяются требования, у ребенка появляются свои обязанности. Если вы будете соблюдать режим дня, прием поливитаминов за три недели до школы значительно облегчит адаптацию ребенка, и учебный год пройдет спокойно. По словам детских врачей, первые полгода школы первоклассника лучше разгрузить в отношении дополнительных занятий и всякого рода факультативов, чтобы увеличение нагрузки было постепенным. И главное, пусть ваш малыш занимается тем, что ему по душе и будет здоровым и счастливым. Диана Бакулина, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...